здравствуйте дорогие друзья мои любители шитья и рукоделия я рада вас приветствовать на канале шьем сыришей ваши просьбы были услышаны и сегодня мы будем говорить про оверлок многие переживают что это за страшный зверь и боятся к нему подойти на самом деле это самая лучшая ваша подружка вы в этом убедитесь когда просто научитесь понимать что это за нити что это за схемы и что куда идет и как получается вообще эта красивая строчка поэтому именно об этом я хочу вам сегодня рассказать очень подробно но прежде чем переходить к перенастройке оверлока на ролевый шов или на плоский узкий шов давайте посмотрим как он должен правильно шить просто свою строчку мы сегодня на примере моего оверлока разберем какая должна быть строчка обратите внимание на панель вот это регуляторе натяжения нитей в вашем случае они могут быть в виде крутилочек а не в виде вот таких полозьев на это не обращаем внимание на самом деле принцип одинаковый внутри оверлоки все практически одинаковые что-то может быть удобнее в одном оверлоке что-то в другом но принцип создания цепочки шва одинаковый я всех призываю читайте инструкцию по эксплуатации перед тем как сесть за оверлок они тогда когда у вас уже что-то сломалось тогда и многих вопросов у вас даже и не возникнет мы давайте разберемся по порядку пройдемся сначала по всем ниточкам и разберем какая нить за что отвечает как заправлять оверлок я вам показывать не буду потому что когда вы покупаете оверлок в магазине чаще всего он уже заправлен вы его протестировали в магазине сели посмотрели какая идет оверлочная строчка какая цепочка выходит убедились что он идеальный он вам подходит и придя домой вы просто можете срезать эти нитки которые шли в комплекте или не шли или у вас и так уже они срезаны завязать свои ниточки и продеть все нитки вот вот сюда для того чтобы вы могли начать работать первое это просто чтобы вы почувствовали оверлок это нужно завязать ниточки свои продеть и попробовать пошить но всегда будет момент когда кто-нибудь подойдет и выдернет все нитки или нитка закончится в общем что хочу сказать очень важно научиться заправлять оверлок для этого я вам не нужна здесь все нарисовано на всех оверлоках есть обозначение какая ниточка куда идет вот здесь вот красное обозначение идет вот сюда видно по вот этим точкам видно куда должна прийти эта нитка после того как вы понажимали на педаль вытащили вот эту цепную строчку красивую цепочку сделали что-то на кусочки уберите одну нитку вденьте ее заново вторую нитку вденьте ее заново самостоятельно чтобы вы понимали само образование вот этого красивого стежка вот этой красивой строчки сам этот чудесный интересный процесс образования красивой цепочки во всех оверлоках происходит одинаково и все это происходит вот здесь внутри когда мы работаем у нас все закрыто и мы не видим этого процесса но заправлять вы должны уметь вообще хочу меньше об этом говорить хочу поговорить с вами больше о том какая должна быть строчка и на что нужно обращать внимание техника безопасности с электрическими приборами всегда такова чтобы вы следили за целостностью шнуров это все-таки электроприбор чтобы вилка розетка не забивались пылью не забивались вот этими текстильными волокнами чтобы все здесь было хорошо и чисто второе помним о том что здесь есть нож он работает по принципу ножниц у него есть верхний нож и нижний нож поэтому будьте аккуратны ножи здесь хорошие на всех оверлоках должны быть хорошие ножи поэтому очень аккуратно с этими ножами осторожно пальчики наши драгоценные руки и само изделие когда вы шьете вы убираете все снизу всю ткань снизу убираете и подкладываете только тот срез который вы обрабатываете и еще важный момент по поводу техники безопасности и ножа это булавки когда вы шьете и видите что приближается здесь место с колотой булавкой вытаскиваем булавку заблаговременно до того как она дошла до ножа а лучше вообще с булавками коверлоку не подходить это очень важно поэтому я вас призываю соблюдать технику безопасности чтобы все были в целости сохранности и изделия были наши дальше красивыми и чистыми внутри посмотрите как мы постарались в деле вот именно ниточки того цвета который идет здесь по обозначению поэтому сейчас когда мы будем прокладывать эту строчку будет видно какая нить за что отвечает сначала поднимаем лапку вот она у нас была опущена поднимаем лапку подкладываем ткань и лапку опускаем тестировать оверлок мы будем на ткани сложенной вдвое таким образом мы имитируем вот точно работу с изделием я обработала срез оверлоком и какая последовательность действий дальше можно вытянуть вот так дальше всю ткань не поднимая лапку или сразу подложить следующий узел который нам нужно обработать оверлоком но если у нас уже изделие вот вышло и дальше мы ничего не подкладываем то лучше всего и правильнее всего это поднять лапку и при поднятой лапке сделать вот такие петли вот такую цепочку которая будет более воздушная чем при опущенной лапки таким образом мы сбережем нашу пластину игольную и если вы так привыкнете из раза в раз уже войдет у вас привычку так делать тогда ваш оверлок скажет вам спасибо смотрим на строчку посмотрите как должна выглядеть идеальная строчка оверлока вот с лицевой стороны и с изнаночной желтая нитка это левая игольная нитка зеленая нитка это правая игольная нитка вот эта голубая нитка это верхний застил и красная нитка это нижний застил вот красная нитка и голубая они должны встречаться вот здесь ровно на ребре среза вот это важно очень важно чтобы верхний и нижний застил не образовывали петли вот здесь на ребре вообще 4 ниточный оверлок очень удобен для работы с трикотажем вы просто прокладываете строчку таким образом закрепляя швы то есть вам не нужно идти за швейную машинку и как-то еще стачивать вот вы просто подложили проложили строчку вот и у вас эластичная строчка которая является еще и стачивающий у некоторых не с первого раза получается обрабатывать шивы оверлоком и бывают моменты когда нужно оверлок распороть и тогда это может выглядеть как проблема на самом деле никакой проблемы нет оверлок нужно просто уметь распаривать давайте сейчас я вам покажу как это сделать быстро чтобы вы не просто вот так брали и срезали ножницами непонятно какие нитки а смогли сделать это быстро к примеру вот у вас 4 ниточный оверлок и мы видим что стачивающая нитка это желтая вот она у нас вот так расположена стачивающая нитка желтая это у нас левая игла правая игла вот это зеленая нитка она закрепляющая первое что мы убираем это именно ее закрепляющую нитку так мне вот так он будет удобно просто вытягиваем ее и тогда наш оверлок становится не 4 ниточным а 3 ниточным вот она вытягивается довольно просто вот так выглядит 3 ниточный оверлок вот так выглядит 4 ниточный оверлок этого заодно уже я вам рассказываю дальше мы убираем вот эту желтую нитку но смотрите где мы ее подцепляем не просто не знай где да а вот в том месте вот где она соединяется с петлей верхнего настила вот так подцепили и подцепили еще где-то сантиметров 5-7 от нее она тоже легко убирается точно так же и смотрите что мы делаем вот без особых усилий просто я ее вытянула все остальные нитки которые верхний застил нижний застил они теперь просто распускаются умейте как быстро шить на оверлоке так быстро и распарывать оверлок это важные такие моменты которые вам пригодятся в работе как делать идеальную строчку оверлока мы посмотрели как она должна выглядеть теперь вы знаете эталон но теперь смертельный номер давайте что-нибудь испортим давайте испортим верхний застил ну ладно так унизительно не надо давайте на двоечку и посмотрите сейчас как это будет выглядеть потому что у вас может быть все наоборот вы вместо того чтобы сделать идеальную и испортить вы обнаружите что у вас вот такая строчка которую мы сейчас получим и вы увидите как ее исправить хочу обратить ваше внимание чем ниже цифра тем слабее она в нити натяжители чем выше цифра тем туже она в нити натяжители вот здесь есть вот такие тарелочки через которые проходит эта нитка и чем выше цифра тем тарелочки сильнее прижимаются друг к другу чем ниже цифра тем тарелочки ослабляются когда вы поднимаете лапку все тарелочки ослабляются поэтому если вам нужно протянуть нитки вы должны это делать с поднятой лапкой что мы получаем когда у нас ослаблена нить верхнего застила если в идеальном случае у нас нитки встречаются нить верхнего застила и нижнего застила встречаются на ребре ткани то сейчас нить верхнего застила переползает вот сюда на изнаночную сторону если вы шьете и видите вот такое это значит что нужно немножко подтянуть эту нитку причем по чуть-чуть если вы видите что не так сильно а просто чуть-чуть переползает туда на изнаночную сторону прямо чуть-чуть двигаете и тогда тарелочки чуть-чуть еще прижмутся друг другу посмотрим что у нас получилось вот тот же самый образец смотрите какая разница посмотрите насколько очевидно когда ослаблена нить верхнего петлителя и она переползает на изнаночную сторону и вот мы просто выровняли да мы просто сделали как было идеально не всегда так получается мы тоже самое можем сделать с нижним застилом и тогда у нас вот эта красная нитка переползет на лицевую сторону точно так же все регулируется одинаково когда вы получаете оверлок я очень надеюсь что у вас будет этот счастливый момент когда у вас будет оверлок и вы встретитесь с ним в первую очередь сделайте точно так же как я в деле нитки разного цвета и тестируете берете ненужные кусочки и тестируете его пробуете не просто на то как шьет машина вы еще тестируете его как вы чувствуете машину и только после того как вы поняли как она работает слушается ли вас педаль только тогда приступайте к работе с изделием портить нижний застил я не буду в общем то здесь все понятно очень хочется чтобы вам на самом деле все было понятно не важно какая здесь стоит цифра на разных тканях вы будете регулировать по-разному самое главное чтобы результат у вас был идеальный бывают машины более удобные где регулировка длины стежка располагается вне корпуса вот это регулировка длины стежка в моем случае мне нужно открутить и уменьшить или увеличить вот так до троечки например длину стежка я поставила на нужную мне величину закрутила обратно и пробую на кусочки опять же пробую на кусочки все тестируйте я вас очень прошу и читайте инструкцию это прям вот самое главное еще чего боятся некоторые люди это нож они правильно делают что его боятся потому что надо аккуратно я вам уже говорила что этот нож сделан по принципу ножниц вот верхний нож и вот нижний нож эти ножи работают по принципу ножниц поэтому срезается и сверху и снизу именно поэтому мы получаем идеально ровный срез но бывают случаи когда нужно работать без ножа к примеру есть такие строчки специальные и как убирается этот нож мы для того чтобы не срезать можем убрать только верхний нож при этом обязательно выключаем машинку техника безопасности прежде всего здесь есть вот такая кнопка вот она мы ее нажимаем она так туго нажимается и нож проворачивается до щелчка вот здесь все нож убрали можем все закрывать и работать с верлаком без ножа таким же образом мы можем поставить его обратно нажимаем и опускаем до щелчка все нож на месте проверяем ножик на месте за все года которые у меня есть этот оверлок мне никогда не пригождалась эта функция но может быть вам пригодится потому что есть интересные строчки которые делает это машина без ножа это самая поверхностная информация по работе с верлоком я надеюсь что это видео было для вас полезным особенно для начинающих шить которые еще боятся подойти к этому зверю на самом деле это будет ваша лучшая подружка а мы с моим оверлоком прощаемся с вами пожалуйста пишите комментарии подписывайтесь на наш канал приобретайте наши чудесные курсы и оставайтесь с нами ваша ириша хочу вам сказать что ваши просьбы были услышаны и сегодня мы будем говорить об оверлоке я даже правильно поставила ударение где педаль я хороший водитель я педали не путаю с этой машиной вам этой информации должно хватить на самом деле оверлок это не знаю как сказать напросто не машина